Участники совещания обсудили ситуацию на рынке труда. Число вакансий остается примерно тем же, но количество на рабочей специальности уменьшается. Растет число сокращений. Уровень безработицы в Великомустюге составляет 1,5%, а это не намного выше среднего по области, составляющей 1%. Большинство из обратившихся в службу занятости – люди среднего возраста. Треть – предпенсионеры. 15% от всех безработных – молодежь. На 1 декабря на учете в службе занятости состоят 403 человека. Безработных – по полу мужчин, опять же, больше, чем женщин. Инвалидов – 7,2% от общего количества безработных граждан. По месту проживания треть безработных проживает в сельской местности. Центр занятости не только ищет для людей работу, но и предоставляет возможность получить новую профессию на базе местных профессиональных учебных заведений. Идут учиться даже у стюжания предпенсионного возраста и женщины, находящиеся в декретном отпуске. Немало внимания уделяется и работе с будущими выпускниками. На базе ЦДО в последние годы работает Центр профориентационной работы. Основная его задача сейчас – дать подросткам понять, какие специальности наиболее обостребованы. Самый большой спрос на медработников. Районные власти для будущих врачей выработали две программы, с помощью которых привлекательность работы в Великому стюге увеличится. Первая из них предполагает компенсацию оплаты за детский сад. Вторая – облегчение ипотечного времени. Мы готовы, если через год, два, три, он определяется, да, он готов остаться, готов заводить свое жилье, готов взять ипотеку. Часть ипотечного кредита в размере 10 тысяч рублей мы берем на себя для того, чтобы закрывать вот этот вопрос. И оставались они дальше, работали у нас. Тем не менее, эти инициативы вызвали от вопросов среди собравшихся, ведь не только представители здравоохранения достойны получать льготы, ни чуть не меньше заслуживают помощи и работники культуры и спорта. Также на заседании комитета обсудили проблемы профориентационной работы в школах, а также и в взаимодействии средних профессиональных учебных заведениях с предприятиями района. Максим Театов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Максим Театов, телеканал «Русский Север».